то есть можно ли песни прославления поклонения в церквях сейчас называть псалмами вы наверняка как профессионалы прославления и поклонения вообще этого служения как такового вы знаете какие-нибудь наверняка лайфхаки ну может тогда грубо говоря лайфхаки но какие-то моменты когда как бы как это правильно сказать как как это делать правильно скажем так то есть есть ли какие-то моменты с каким сердцем это делать дал ближе нам понятно да такие слова с каким с каким подходом как как это делать так чтобы это было эффективно чтобы это было ну по-настоящему они просто вот формально какие-то музыкальные композиции или в этом часть вот музыкального движения такого все начинается со слова возлюби с этого все начинается то есть это любовь к музыке ну и конечно любовь к богу это важно это важно потом конечно начинается практика практика вообще если говорить о любви к богу это очень важный аспект потому что выходить и служить святому богу с не святым сердцем будет очень сложно очень проблематично травматично в душевном плане и это будет вызывать большой диссонанс у самого человека который служит и у тех кто его слушает потому что принцип что имею то и даю его никто не отменял поэтому конечно человеку нужно знать нечто о покаянии нечто о прощении нечто о крови иисуса о силе его имени а его общеприсутствии и и конечно нужно чтобы он не был подконтрольным то есть прославление не терпит контроля ну то есть сама контроля лидерского контроля то есть у меня есть такой тезис за сценой будь смиренном на сцене будь немножко наглым библия называет это дерзновением смелостью то есть мы же с дерзновением приходит богу да то есть это это некое выражение нашей веры поэтому поэтому но поэтому конечно то есть ну человек должен как должен немножко не тут слова человек должен прийти к покаянию вот через покаяние к вере покойтесь и уверуйте иван мы приходим к вере через покаяние вот и он должен обрести радость во христе радость journalism должен должен понять, что все-таки он со Христом. Ощутить его близость. Перебивай меня, если хочешь. Не, не, нормально. Я просто хочу сказать, что действительно я рад, что это слово покаяние звучит. Перемена мышления, да, как греческого метаноя, измени свои мысли, выйди за рамки своего привычного мышления. И мне нравится, что написано «благость Божья». Она ведет нас к покаянию. То есть на самом деле наши мысли и наше прославление и все меняется в нашей жизни, как только мы понимаем, Бог добрый, Бог. То есть Бог, Бог, который любит тебя, который сделал все вообще для тебя. То есть он умер, там пошел на крест, воскрес, и это все для твоего спасения. И на самом деле в моей жизни личной, да, произошел прорыв, когда мое прославление действительно стало радостью и наслаждением. Потому что есть такой, знаете, как все равно то, что мы называем, может быть, религиозный дух, да, это такое, знаете, ну, немножечко все вот такое хмурое, серьезное, как бы суровое, печальное, и мы думаем, что мы этим служим Богу. Но вы знаете, апостол Павел очень сильно критикует подобные служения, да, хмурые, суровые. Он говорит, они носят вид духовности, да, но на самом деле в новом переводе Библии в Колоссянах написано, это религиозная самодеятельность, которая никак не способствует победе над грехом и плотью. И на самом деле нужно очень важно понимать, что прославление Богу, оно может быть победоносным, радостным. То есть оно должно, как бы, высекать вот эту искру и присутствие Божьего Духа. Потому что там на небе нету депрессии, там нету болезни, там нету нищеты. И когда я присоединяюсь к этому сонму ангелов, которые восклицают, Агнец победил, Агнец победил, то тогда и я после прославления выхожу, как лев, да, как победитель, да. И те люди, которые слушают меня, им не нужно чувствовать себя с этим чувством вины. А я слышал такие песни, когда люди на прославлении, знаете, еще лидер бывает, который не получил откровения о Божьей любви, и он начинает, он сам себя грузит и других грузит. А что, сразу, вот что делать прихожанин у такой церкви? Вот он ходит в эту церковь, и он, у него... Найти живую церковь. Потому что на самом деле, мы не можем быть в плену религии. И на самом деле мы свободные люди. И если человек чувствует, что он в своей церкви, как в тюрьме, то ему нужно молиться, чтобы Бог перевел его в живую церковь. Или он просто там засохнет. Вот и все. И на самом деле я сегодня говорю это смело, потому что на самом деле церковь — это тело Христа, это не человеческие церкви. И это Божий организм. И Бог может в своем организме двигать нас как угодно. И хочет видеть нас там, где мы получаем максимальную жизнь, максимальную радость. Мы можем расцветать. Мы можем расцветать. Если, грубо говоря, человек оказался в церкви строгого режима, да, где занимаются религиозной самодеятельностью, то, наверное, из такой церкви надо бежать. Бежать туда, где есть жизнь. И где есть на самом деле поток славы Божьей. Хорошо. Но я вот все равно, вот, слушая вас, я понимаю, что все сводится к откровению. Аминь. И с этого все начинается. Потому что то даже, как вы рассказываете, рассуждаете, может рассуждать только человек, который имеет откровение. Потому что иначе как можно поклоняться Богу? Потому что иначе получается так, вот если он слышит, Бог тебя спас, Бог тебя простил, страдал ради тебя на кресте, кровь текла, ужас, ух, мрак и так далее, а ты не поклоняешься. Ну-ка поклоняйся. Дело в том, что откровение имеет... Сложно быть веселым в такой момент. Кирилл, прости. Понимаешь, откровение имеет осознанную часть и неосознанную. То есть, например, понимаешь, когда мы растем в естественной семье, у нас же нет откровения об отце и о матери, они просто рядом. И здесь даже не то, что откровение, да, откровение это уже когда выражено что-то. Но прежде всего, все-таки человек оказывается в присутствии отца, в атмосфере царства Божьего. И эта атмосфера, она как раз является вот этим стимулом для того, чтобы выражать себя в творчестве перед Богом. Вот. Потому что когда ты был, вот как, например, я, там, был в депрессии, был в жучайшем страхе, в какой-то вообще паранойи, но реальной. Да, сейчас даже это как-то вспоминать как будто бы неловко, да, но это же правда было со мной, это моя была жизнь, реально. Я думал, что это настоящая жизнь. И вдруг я совершаю молитву покаяния, абсолютно простую, и может быть ничего не переживаю в этот момент, но, но, но вот буквально за несколько часов у меня вот это, вот этот весь гнет греха, вот этот гнет депрессии, он спадает с меня, реально. И я просто начинаю понимать, что я, я уже живу совершенно в другой атмосфере. Я еще не могу в этой атмосфере выразить это откровение, да, что у меня есть откровение об Иисусе. Откровение об Иисусе, это уже пришло позже, и видишь, Иисус спрашивает своих учеников, за кого почитают меня, и Петр ему говорит, то откровение великое, да, что ты Христос, Сын Бога Живого, это же было не сразу, это не сразу с хождением Иисуса, ну, с хождением с Иисусом, вот было сказано, это несколько попозже, но сама атмосфера Божьей семьи, атмосфера живой церкви, о которой Виктор говорит, да, атмосфера принятия Богом, вот, вот это, я думаю, что вот все с этого начинается, все-таки какое-то, какое-то осознанное откровение, особенно которое мы можем выразить словами, оно приходит чуть-чуть попозже. Ну, конечно, если мы говорим, конечно, о зрелом служении, конечно, в этом есть откровение, обязательно, вот, но повторяюсь, что здесь есть и какая-то вот такая вот неосознанная часть, когда ты просто вдруг ощутил Божие принятие, и принятие церкви, принятие общины, вдруг просто ты понял, что тебя окружают классные люди, приятные, такие как Виктор Лавриненко, которые тебе приятны, которые пьют с тобой кофе, говорят о Евангелии, и вот это все, 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 оно, оно вдруг высвобождает хвалу. Ну, не вдруг, а высвобождает хвалу. Ну, да. И какую-то песню Богу. Для меня самый, наверное, один из самых актуальных стихов по поводу вообще хвалы и церкви, и Дому Божьего, написано, он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. То есть, по факту, что такое прославление? Это когда мы вместе, за столом вместе с отцом в его доме, мы празднуем победу сына Иисуса Христа, да, которая уже произошла две тысячи лет, он на кресте сказал, я уже все совершил, вам ничего доделывать не надо, совершилось, да, вы просто идите, расскажите всем об этой победе, и он сказал, не зовите всех на похороны, да, там, как, потому что иногда некоторые церкви не напоминают больше похороны, чем праздник, да, а он говорит, идите и позовите всех на брачный пир. Вот, мне доводилось, слава Богу, провести ни одну свадьбу, и я не видел ни одной грустной свадьбы. Свадьба, это всегда очень весело. И на самом деле, я верю, даже одно время на молодежном служении сказали, давайте сделаем так, что у нас каждое молодежное служение, мы будем приходить как на пир, как на праздник, чтобы отметить эту победу Иисуса Христа. И это на самом деле абсолютно другой дух, и это и есть радостная новость Евангелия, потому что мы не должны забывать, что все-таки новость-то радостная. Сработало? Сработало, сработало, аминь. Да, да, да. Мне хочется пошутить, сказать, что бывает и грустная свадьба, но это клинический случай. В общем, в общем, я, как Виктор говорил, также вспомнил свои первые вот эти эмоции, свою первую песню. Моя первая песня, я ее не пою, ее никто не знает, кроме там того узкого круга, в котором я ее пел на первых своих молодежных служениях, называется «Твой Отец ждет тебя». Знаешь, на небе есть город, открытый для всех, в нем нету слез и горя нет. В таком, в таком, то есть, как правило, когда мы встречаемся с блаженством, в полном смысле этого слова, в евангельском смысле этого слова, которое открывает нам Слово Божие, да, людям, так straight, да. И мы, как правило, хотим кого-то привлечь сюда, вот, то есть, и мы хотим рассказать об этом, да, то есть. И это такой, ну, это всегда такой, ну, это всегда такой, ну, это сейчас как-то восторг такой, вообще, неестественный я бы сказал восторг. Иногда это прям такая просто какая-то экзальтация такая, да? Вот, вот. Мы не можем даже выглядеть естественно, а бывает, естественно, мы же не можем рассказывать. Это действительно потому, Потому что такое какое-то небесное переживание. Вот. И, в общем, в общем, ну, вот важно, ну, это не доктринально. Вот надо понимать, что мы не живем, ну, хвала не происходит из-за того, что мы знаем какие-то доктрины, да. Вот. Хвала происходит из-за жизни с Богом. Если мы говорим о псалмопене, если мы говорим о Давиде, о Давиде, я смотрю на жизнь Давида. Это один из ярчайших библейских вообще героев Давида, да. Скиню, у которого, повторюсь, мы сейчас видим ее восстановление, да, в той или иной сфере, да. И когда я смотрю на жизнь Давида, я не вижу, что Давиду нужно было записать один альбом в год, потом его раскрутить, потом получить какое-то количество лайков, да. Вот. Хотя все это хорошо. Я нисколько не смеюсь над всеми этими вещами. Мы живем во время информации, нам нужны рейтинги, все нормально. И не подумайте, что я негативно или сарказм об этом говорю. Но он все-таки, его волновал Бог. Его волновала любовь к Богу. Его волновала, как угодить этому Богу. У меня последний вопрос такой. Я бы хотел, чтобы вы адресовали ответ зрителям сейчас. Да. И мы будем молиться. Да. Вопрос такой, не вопрос такой даже, а просто просьба такая. Пожелайте, не знаю, какие-то две или три какие-то, может быть, такие пожелания, два или три момента, которые вы сейчас могли бы посоветовать нашим зрителям, которые, может быть, уже много-много лет в одной и той же церкви или в разных церквях, но они не чувствуют ни свежести, ни вот этого восторга, ни этой любви, ни этой радостной новости. Что они могут предпринять сегодня, сейчас, в это воскресенье на своем богослужении, чтобы в поклонении какое-то, не знаю, что-то новое для себя открыть, какую-то, может быть, ступеньку или, может быть, где-то занавес приоткроется. Не знаю. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Я думаю, что зрители тоже понимают, особенно те, которые так бы хотели бы чего-то этого нового. То, о чем вы так вдохновенно говорите уже в течение двух часов. Ну, я могу сказать, что я бы пожелал всем заново открыть для себя Иисуса. Знаете, я 22 года верующий, но не так давно я услышал в своем сердце, я хочу с тобой заново познакомиться. И на самом деле иногда вот просто замыливается, как сказать, Евангелие, замыливается даже само имя Иисус. И я знаю, что есть такой пример одного служителя, Орал Робертс, ему Иисус сказал, встань на колени месяц, читай Евангелие, и потом начинай делать то, что делал я. И в моей жизни тоже были такие моменты, как бы, обнуление или обновление, да? Когда ты просто снова вот приходишь к Иисусу как в первый раз. И ты хочешь снова узнать его, не важно, там, 15 лет ты верующий, 20 лет, знаешь, как чистого листа. И ты как маленький ребенок вот просто стараешься, как сказать, да, войти в эту радость Евангелия, войти действительно в это веселье. Кстати, всегда вхождение в радость очень сильно высвобождало в мою жизнь свежесть, чудеса, улучшения в семье, улучшения моего характера и прочего-прочего. Потому что это мы все приобретаем во Христе Иисусе. И я бы просто посоветовал вам в своей тайной комнате, в своей молитвенной комнате произвести настоящую духовную революцию, да, духовную революцию. То есть просто пойти туда и, знаете, с радостью, с радостью начать прославлять Господа, да, не загоняться, что вы там ужасный, там, виноватый. Если есть грехи, покайтесь, но не оставайтесь в этом долго. Вставайте и поднимайте свои руки, дерзновенно приходите к престолу благодати и получайте от Бога благодать. А еще лучше, если вы найдете несколько горящих людей рядом с собой, так было в моей жизни, у меня было несколько поклонников рядом со мной, на которых я равнялся, и я молился, говорю, Господь, дай мне вот это помазание, дай мне этот же дух, я хочу так же прославлять тебя, как эти люди. И вы знаете, я рад, что Бог дал в моей жизни много горящих христиан, и я чувствую, что рядом с ними разгораюсь, и я тоже. И, пожалуйста, покиньте какие-то, знаете, унылые сообщества, потому что бывает, знаешь, три унылых друга, и они друг друга грузят. Вот знаешь, вот я хочу сказать, найди три, знаешь, как Даниил, Сидрах, Месах и Абдинага. Вот они нашли друг друга, и они так горели вместе, что они прожили потрясающую жизнь. И нам нужны такие духовные друзья, с которыми бы мы вместе переживали Божью славу. Вот, кстати, Дмитрий один из тех людей, с кем я переживал славу Божию, и очень за это благодарен. Аллилуйя. Дмитрий? Все изменения начинаются в тайне, конечно. Все начинаются в тайне, даже не просто в тайной комнате, а в глубине сердца. Если мы чего-то действительно хотим измениться, но я хочу сразу сказать, вам нужен виночерпий. Библия говорит нам об Иосифе, который сидел в тюрьме. Иногда мы в своей творческой жизни, в своем псалмопении, в своем написании песен, и вообще в своем профессионализме, мы иногда сидим в тюрьме, как Иосиф. Это сильный ветхозаветний образ. И мы сидим в тюрьме, и там вдруг появляется некий виночерпий. И он видит сон. И когда он видит сон, этот виночерпий, он рассказывает об этом с ней Иосифа. И тут проявляется дар Иосифа. И он говорит, когда ты выйдешь в виночерпию, когда ты выйдешь из этой тюрьмы, замолвив обо мне словечко. Вот в этой естественной жизни, о чем и Виктор говорил, точнее в духовной жизни, нам нужен виночерпий, кто из одной точки приведет нас в другую точку. И наставники, которые нам даны во Христе, и братья, о которых говорит Виктор, горящие люди, они выполняют эту роль виночерпия. Понятно, мы все знаем правильный ответ, главным виночерпием был Иисус. Это да, аминь. Но есть люди, знающие Иисуса, которые нас поднимают в нашей духовной жизни. И таким человеком в моей жизни был мой друг и наставник. И я, когда не знал, что мне дальше делать, я сказал, дай мне Бог помазания, которое на нем. И вот с этого начался путь восхождения. Я признал, что помазание, которое мне нужно, находится на моем друге и на моем наставнике, на том человеке, которого дал мне Бог как старшего, как духовника, если хотите. И когда я возопил Богу и сказал, дай мне этого виночерпия, зачерпнуть это новое вино, он перевел меня на новый уровень. И так будет происходить постоянно. Библия говорит, у вас много наставников. Много наставников. И надо от каждого брать. Но Царство Божие приходит неприметным образом. Иногда мы должны, иногда происходят прорывы, о которых Виктор говорит, и слава Богу за прорывы, я всем желаю прорыва. Но иногда мы просто должны быть верными и понимать, что Царство Божие приходит неприметным образом. И если внешне наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.